Они отмечают День Победы, но им с этим жить. И поэтому я, наверное, бы никогда не смогла простить и закрыть глаза на это. Я надеюсь, что им будет стыдно до конца их дней. Это вершина лицемерия. Нельзя говорить, что вы воюете с фашизмом, а сами при этом зигуете. У вас буквы «З» на плечах и на руках. По сути, вы единственная сторона-террорист, захватившая Запорожскую атомную электростанцию и шантажирующая не только нашу страну Украину, но и всю Европу. В мире еще не было такого прецедента, чтобы одна сторона захватила атомную станцию другой страны и шантажировала ее. Так что вы не государство-победитель. Вы государство-террорист. Как можно нормально жить, когда Россия каждый день обстреливает жилые дома, госпитали, больницы? То есть это все превращается в гуманитарный кризис и это невозможно отстроить. Поэтому Херсон это типичный пример именно нарушения Женевской конвенции и нарушения всех правил ведения войны. И это типичный геноцид, который сейчас происходит в Херсонской области и безусловно на всей территории Украины. Геноцид России против нашего народа. Поэтому я сейчас обращаюсь ко всем людям. Я говорю на украинском, но я к вам обращаюсь на русском, чтобы вы знали, что это все правда и что ваши военные сейчас насилуют украинских женщин. Мы обращаемся к российским дипломатам. Всего один человек найдется, он может что-то изменить. Мы просим их дезертировать, мы просим их перейти на правильную сторону. Но пора остановить все это, потому что конфликт перерос и не только в военной сфере, конфликт перерос уже и во многие другие сферы, в том числе и информационную сферу, и военную сферу, и экономическую сферу. Но больше всего мы, конечно, переживаем за ядерную сферу.